Доброе утро, мои дорогие друзья, доброе утро, мои дорогие зрители, мои подписчики, в общем, моя ютубовская семья. Да, опять снова в машине, сегодня суббота, я ранее пташка, приехали мои мальчики, так, не так надо говорить, приехали лесорубы, ну просто я уже с ними подружилась, такие хорошие ребята, ну вы же понимаете, вы уже меня знаете, да? Короче, я поехала, вот заехала только что к Жене, там было кое-что ему отдать от инструментов, от гаража, вот тут недалеко Люду подвозила, в общем, в чем сырбор? Во-первых, рассказываю, меня штрафовали на 340 гривен, припарковалась, я постояла минуту, не выходя из машины, пока Люда вышла, и Люда должна была мне это самое, вынести тысячу гривен с работы, там ей премию дали, она на работе оставила, чтобы я могла себе купить страховку, у меня страховка закончилась. Короче, принимают меня, подходят так и так. Какой знак? Я говорю, остановка запрещена. Ну вот вы сами ответили на свой вопрос. Ребята, ну простите, говорю, но я на секундочку, я же никуда не выходила, дочку с ресторана, воду ресторана, денежку вынесла. Мы все понимаем, короче говоря. Ну ладно, прощаем. Правда, простили. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Казы документы. Где вы проживаете? Ну, себе, я должна еще сейчас такое положение, я должна еще сказать, где я проживаю, на слова. Сказал, где проживаю? Он говорит, ну, Наталья Николаевна, ну, смотрите, два нарушения. Я говорю, какие два нарушения? А сама же знаю, что, да, уже до первого числа была у меня страховка, уже надо покупать. Какие нарушения? Ну, у вас просроченный страховой полюс. Я говорю, да вы что? А вы что не знали? Уля, вы знаете, говорю, как-то запамятовала, забыла. Так, ну, понятно. Понятно, что вы не признаетесь. Я говорю, честно, не признаюсь. Вот это, я говорю, приехала, деньги взять. Но потом, конечно, призналась. Ну, так вообще 420 гривен штраф. Ну, будет 340. Я не знаю, с каких это делов, ну, какая-то уценка, я не разбираюсь. Это первый раз мне еще, первый раз вообще. Нет, меня останавливают, у меня были замечания, устные замечания. Там девочка подсветка, девушка у вас подсветка не работает, девушка у вас знак криво висит, девушка, там был знак стоп, вы очень мало простояли, надо было полчаса постоять. Ну, все, какие замечания были в устной форме. Ну, короче, оштрафовали. Я сначала расстроилась, а потом думаю, ну, 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 ну виновата. Протупила, прокозлила, зажадничала с этим ремонтом, с этим всем. Короче, оштрафовали. Вторая серия. Ребят, сегодня утром вторая серия. Это просто какой-то, ну, трындец, понимаете? рассказываю популярно что со мной произошло рано утром закончилась кофе я знаю что я кофе пью безбожно две чашки надо мне выпить я выпила думаю сейчас проснется людо ящи думаю сейчас быстренько съезжу в магазин куплю кофе 7 утра 7 26 вот я выехала купила кофе и машину во двор не загоняю а оставляю возле будивела потому что знаю сейчас приедут лесорубы и будут это и будут заезжать в гараж во двор чтоб я их потом не беспокоило потому что машина у них будет полная в общем машина оставила я на улице возле будивела напротив двора приезжают строители они приехали рано вы строители эти лесорубы приехали наталья вы уезжаете рыда уезжаю закройте гараж на всякий случай потому что на другого едем и там у вас такие инструменты хорошие они все правильно говорят ну чем черт не шутит что-то пропадет я потом им да предъявлю я в это принципе я доверяю людям вот мы тоже доверяем на друг мы уедем там на обед или шок все хорошо а ключ от гаража у меня остался в машине иду я в машину за ключ гаражом ребятам целая история понимаете извините что долго тяну подхожу к машине стоит возле капота женщина понимаете стоит но она не стоит она пригнулась я женщина вам плохо она прямо под капот пригнулась мне вот здесь понимаете если вы просто женщина стояла я бы к ней не обращалась она нет нет у нее кулечек одноразовый знаете как она не вытрушивала как стряхивала с кулечка что-то думала что настряхивала я смотрю а там такое знаете как но как дымок я не знаю пепел то земля я не я не буду наговаривать на человека с кулечка пошел какой-то дымок вот я эту женщину не знаю в рыбальске у нас никогда ее не видела вот что она делала мне под капотом я села в машину расстроилась сильно и на нее смотрю а раз а я говорю вам плохо нет 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 я маршрутку жду я маршрутку жду и она сто раз повторила я маршрутку жду а я потом дайте ну и мне я постеснялась у нее спросить что вы высыпали с кулечка но это не мое дело просто слегка ты дымок с кулечка пошел вот я говорю а давайте вас подвезу я буду ехать она не надо генадима гена опять когда тебе адекват какой-то я маршрутку жду я маршрутку жду круче девочки я девочки и мальчики вы знаете что я не забубонна и выйти никогда вам не рассказываю я рассказывала как на меня уже и полицию вызывали и кабаки подкидывали мне во двор то ну куда ты катаешься по всему этому и яйца мне бросали во двор и возле двора разбивали яйца сейчас видите яйца не разбивает потому что не по 80 древних десяток вот решили какого-то пепла насыпать под машину потом из другой страны я дайте что подумала но откуда бы она знала если даже какая-то была моя недоброжелательница что я там машину оставлю хотя с другой стороны машина напротив двора вот я не знаю что думать или просто первому попавшемуся просто высыпает женщина чтоб от чего-то избавиться какой-то болезни в общем я себя как утром накрутила я просто в шоке понимаете просто в шоке я так но я постеснялась спросить женщина что вы высыпаете мне под капот моей машины прям вот смотрите вот подхожу капот вот прям под колеса она сидит пригнувшись я думала может она шнурочки вот эти там тут шнурок развязался у нее на нее на ней на ней на ней не на молнии ботиночки на ней шнурок нему не мог на ней брючки длинненькие на не такое знаете кирпичного цвета пальтишко удлиненная короткая стрижка такая жиночка лет наверное до 60 такая скромненько ну женщина как женщина ну старше меня ну лет может на 5 на 6 на 7 ну 60 точно нету нету 60 я так нервно так она она так понимаете что нет она не ожидала я так еще сзаду подошла короче я не знаю начался день потом ой что значит человеческая натура так сейчас ребята за такой здесь всегда не пропускают вот и все пропустил что значит человеческая натура вот смотрите когда мне поехать на базу скупиться мне надо не наверное сейчас куплю строковку а потом буду так так все тихо тихо мне эти ребята лесорубы говорят я извините что были лесорубы что было понятно наташа у нас есть вот эта машинка что щепку делать мы можем короче щепку все превратить у меня эти шатты такая не не я сама продам потом утром я проснулась и подумала кому это эти ветки надо если кому-то и надо но заберут там немножко и что там они могут на машине увезти мне знаю я честно я вот эти сами честно азар с другой стороны подела до не кого было ореха оспелять сейчас люди делают доброе дело да мне так дохера просто дам еще будет 2 лет понимаете такой вообще как все склонны в общем я еще думаю я еще думаю вот такая вот история у меня не знаю девочки может накрутила хотя я никогда найти на это не обращаю внимание у нас живет в днепропетровске и при короче да на передовой оксана по моему я зову хочу мне поехать не столько такой ажиотаж не ездит я хочу погадать правда я хочу погадать и под это знаете как у меня на почве всех этих событий потому что в ю тубе смотришь этих гадалок пройду войну но не все пока подпадку под копирку под копирку с россией за своих победа наши за своих победа нам не хочется узнать за это самое за себя каком ключе дальше двигаться покидать не покидать жить не жить что дальше делать в этой стране стоит не стоит ну короче правда хочу хочу не судите меня строго пожалуйста мне очень хочется знаете как это наша безграмотность какая-то наша необразованность я не знаю как это назвать но будет видно так все ладно здесь я поехала делать страховку еще увидимся с вами короче сделала я страховку называется зеленая карта значит том году я сколько 900 отдавала в этом году 1100 та же самая женщина я так а в такую же самую сделайте лишь к вам и приехала эта компания обанкротилась не понимаю как она мог обанкротиться что-то может из-за войны не важно в общем женщине 72 года как моя мама девочки в правну приятно было смотреть губки сделаны реснички бровки маникюр ногти длиннючие шикарная вишневого цвета на ней такая шубка из плюша ну зверек такой знаете натуральная такая не шубка полушубок да ну конечно с прошлого века еще но у смотрится ничего мужик может и помяты бедные то что так помял так женщина любит поговорить а за мной тоже очередь я уже как-то на контакт переставлю я тоже люблю поговорить короче говоря ой ребят но приятно было смотреть на женщину возрастную в таком такому кожаном виде все теперь со страховкой а тут с людьми разговаривали разговаривалась которая тоже в очереди кого вчера штрафовали кого уже неделю штрафуют постоянно от что-то мешает кто говорит мы села приедут они уже штрафа у нас мы села говорит далеко нам думаем думали в город поехали человек забыл в другий раз поехал забыл а цека же три раза уже штрафовали каже уже не забыл приехала уже я с ним чем зробили страховку каже я с ним поехала чтобы он не забыл о господи боже мой боже ты шо творишь ты шо творишь придурок ой я испугалась вот это он летел мама дорогая дурачок ладно сколько есть неадеквата ну ну так вот так вот так он не знал куда может убегать от кого-то я это пришла бы ты бы повезло мне не надо не надо останавливаться возле хлебзавода купила горяченький хлеб так ладно что там мои хлопцы дома которые пилятten орех пилятнайте о nos лежат и ой вчера голова так разбалилась также Pompeo работе не початый край а я все ляля ля 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 небо требïко рубить а потом подписчатся его не писала вот заказом крюч в россии ля 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 Ладно, погнала. А, нет, не погнала. Стоят гайцы. Фу, ребята, не буду я сейчас показывать, пока люди там. Ой, мама артистка. Короче говоря, я даже уехала. Мальчишки там водички пришли, попросили. То-то, то-то, то-се. Говорит, это ваши две дочки на Людочку и на меня. Говорит, внучка и дочка. Да? А так вот, та, которая беленькая, вчера фотографировала, ходила, снимала. А вот кто она? Так она же блогерша. Да? А вы дадите нам её канал? Да, конечно, да. Подписывайтесь. Это не мама. Артистка. Говорит, так она же блогерша. Она ходит и снимает. Она же блогерша. Ой, я не могу. Мама, артистка, это просто. Она говорит, и мне же рассказывает мама. Я говорю, да не надо было. Мужчины, у меня женский канал в основном. Да, я тебя сдала. Надо было не говорить. Да не, я говорю, мам. Ну, что там будут мужчины? Рецепты будут смотреть? Или мои женские какие-то там разговоры? В общем, ребята, спасибо всем, кто написал, что вы рады, что я рада, да, что всё идёт. Мне надо сейчас виноград подавить. Капустняк разошёлся. Женя завезла. Светочки дала. Мама поела. Я доела. По литровой банке всех, всех угостила. Такой вкусный получился капустняк вообще. Мне заказ пришёл ещё на капустняк. И купила лаваш. Сейчас рулетики хочу ещё сделать. И хочу сделать этот. Скажите мне, господи. В общем, опять надо готовить есть. Готовить и готовить. Света с Андреем пообещали. Обещали, что скоро закончат. Ещё хотела, знаете, что вам сказать. Лизонька моя, что-то с ней случилось. С задними ножками. В понедельник еду с ней в больницу. Купила косточек сегодня. Я через два дня покупаю. По два, по три килограмма. Да, семья. Ну а что? А что, друзья? Так, страховку сделала. Всё сделала. Всё вам рассказала. Но вот эта вот женщина... Я сегодня ещё, знаете, как спала. Вот да, что такое блогерство, да? Прямо всё рассказываю. Как спала, что поела, что делала. Вот закрыла глаза и открыла. Всё, весь мой сон. И пошли события, пошли, пошли, пошли события, события, события. Ну, может, кому-то не интересно, но я просто делюсь тем, что со мной сейчас происходит. И какая-то, знаете, не связана с войной, а какая-то опять дезорганизованность немного наступает, потому что очень много на одну голову, вот этот мозговой центр, да, много нагрузки. Люда вчера тоже поехала, забрала. Тоже у девочки за неделю был один выходной. Там я с подружкой немножко посидели. Чуть-чуть такая она была на веселе. Ну, я сегодня утро с ней беседу провела. Провела. Наши дети, никуда ничего не поделаешь. Я говорю, я говорю ей сегодня, я то говорю, дождусь внуков, естественно. Просто мне бы хотелось, например, немножечко ими позаниматься. А куда ты денешься, позанимаешься? Я говорю, а вдруг? Ну, я что, говорю, голова болит. А чем черт не шутит? Только что с этой женщиной я разговаривала, с которой мне делала страховку. У нее две дочки. В том году 42 года девочка, вторая ее, звали тоже Наташа, 42 года, инсульт. Умерла. А старшая дочка такая, как и я, 52 года. Смотрите, вообще не болела девочка ничем. Молодые женщины очень жалко. Так я проникла с рассказом этой женщины прям. Ладно, мои дорогие, всем мира, всем добра. Не знаю, буду сегодня еще выкладывать видео, не буду. Сегодня суббота. Я желаю вам всем хорошего дня, прекрасного вечера, ну и так далее, и тому подобное. Может, что-то, если буду вкусненькое готовить, обязательно сниму, покажу рецептчик. Нет, значит, нет. Надо мозгам тоже давать отдых. Да и вообще и вам от меня отдохнуть, и мне. Привести свои мозги в порядок. Ладно, всем огромное пока. Всем огромное спасибо, кто подписался. Вообще, спасибо вам за позитив, за добрые слова. Правда, я сто раз говорю, и не устаю это говорить, что доброе слово много значит для человека. Вот так идете мимо и скажите просто доброе слово. Верьте людям. Я стараюсь верить, но когда такие вот какие-то моменты непонятные происходят, просто не понимаешь, а что, ну что-то, а что-то происходит просто. Всем пока.